Друзья, ну что это такое? Друзья мои, всем привет, Жуков Виталий на связи. Сегодня мы с вами, как обычно, кратко и по делу рассмотрим ситуацию на крипторынке. Первым делом я, конечно, хотел бы извиниться перед вами, насколько те, кто смотрит мой канал, в курсе, что у меня нет никакой рекламы от Ютуба. Я ее, как правило, отключаю, но, к сожалению, вот сейчас сам Ютуб обновляет правила и, к сожалению, для того, чтобы выпуски, во-первых, были в рекомендованных, во-вторых, там еще есть какие-то пункты по поводу того, что им интересны каналы, которые рекламируют их проекты. Ну, сплошная коммерция, как обычно. Простите, пожалуйста, мне пришлось включить монетизацию. Я с этого, ну вот в среднем каждый выпуск где-то приносит там 2-4, там иногда 7 долларов. Но, сами понимаете, деньги просто смешные, поэтому исключительное дело из того, что вот Ютуб сам же гнобит свою площадку и заставляет приобретать подписку для того, чтобы вы могли комфортно смотреть авторов без рекламы. Кстати говоря, я сам такую подписку приобрел. Знаете, мне кажется, что действительно лучше там потратить, я, честно, не помню, сколько она стоит, 200 или 300 рублей, но зато смотреть без рекламы. Для всех же остальных, ну, сорян, такие условия Ютуба и, к сожалению, мне, как автору, как человеку, работающему на этой площадке, приходится под них подстраиваться. Время полтретьего ночи, ну, как правило, я живу вместе с Азией, с открытия азиатских сессий, потому что, как правило, ну, один из главных манипуляторов за последние несколько месяцев, это была именно Азия. И я вот смотрю рынок, анализирую и думаю, как бы завтра, ну, в пятницу сегодня уже, у меня выпуск. Ну, у меня, если вы смотрите мой канал, знаете, что у меня в выпуске, как правило, понедельник, пятница. И я думаю, а почему бы прямо сейчас бы не записать выпуск? И заодно попробую формат, когда мои ролики выходят там не вечером, а ближе к утру, там, или днем. Наверное, все-таки часиков в 10, в 11 утра я поставлю публикацию. И, в общем-то, записываю соображения по биткоину, которые уже сформировались. Единственное, в данном выпуске локальной ситуации я вам давать не буду, дам ситуацию более среднесрочную, более глобальную, как я ее вижу. Давайте сразу посмотрим биткоин. Смотрите, у нас, если взять более глобальный таймфрейм, явно рисуется канал. Канал на данный момент нисходящий. Ожидать, в принципе, здесь есть смысл продолжения пробоя текущих уровней. Но, как я вам говорил, соображения мои не меняются, плюс, особенно в последние дни, это очень хорошо подтверждают покупатели. Реальные причем объемы, неплохие объемы. Ожидать глубокой коррекции в данном сетапе можно с меньшей вероятностью. Как я и говорил в предыдущих выпусках, все-таки здесь более среднесрочный. Я рассматриваю вариант еще чуть-чуть напугать. Вероятнее зайти за уровень 8600, потому что 8600 также является уровнем поддержки. Там даже целая зона, вот как я пишу в своей закрытой группе, 8400, 8600. Вероятнее всего там попугают, будут набраны позиции, и дальше мы с вами получим импульс. Импульс по биткоину, соответственно, после отката я ожидаю плюс-минус за уровень девятки, 99100. Это определенно нужно для того, чтобы засадить лонгистов, показать, что у нас идет некое преломление даун-тренда. И, соответственно, вообще в идеале было бы за десятку отправить. Ну и, соответственно, там уже надо будет смотреть. Все-таки то, что сейчас у нас идет сетап под жесткое падение, я считаю довольно маловероятным. Ситуация по эфириуму. Также возьмем более крупные таймфреймы, и по нему мы с вами наблюдаем ситуацию в начале более такой среднесрочной, то, что у нас явно сужается канал про торговки. Я думаю, те, кто хоть какое-то время находится в рынке, ну, более-менее длительное, прекрасно знают, когда у нас сужается канал, когда у нас уменьшается волатильность, жди хорошего прострела. Кстати говоря, ну, по биткоину, в принципе, 99100 – это хороший прострел. Точно такой же прострел, более среднесрочный, я ожидаю и по альте. Но, говорю вам, я думаю, что у нас еще не прошло хорошее засаживание лангистов. Соответственно, будет какой-то там стрём, то есть, соответственно, как-то покажут, что ожидать продолжения падения до поддержек толком не доведут, их откупят, и дальше, соответственно, актив будет показывать какой-то рост. Мы с вами такое на рынке наблюдали неоднократно. Что касается текущей ситуации, я по эфириуму еще не входил в позицию, в принципе, как еще не входил в позицию по биткоину, и по эфириуму по биткоину у меня позиция в фиате. Я считаю, и рассматриваю, и уровни тоже это поддерживают, что здесь адекватная точка входа на данный момент, где-то 178-182, вот так вот. Это более-менее, даже 175, это более-менее адекватная точка входа, которая рисуется на данном графике. Все-таки нужен вот данный, если уже смотреть ситуацию более глобальной, в данной ситуации нам нужен ликвид, набор ликвида, не очень глубокий, не очень жесткий, чтобы не дать зафиксироваться шортистам, которые по-любому будут фиксироваться на вот этих вот уровнях, а это уровень там плюс-минус 172-175, поэтому я говорю, что где-то до поддержки должно будет быть движение, причем я думаю, оно будет и выстрел. Все-таки данный канал, который уже очень много тестирует сопротивление, 200 долларов, все-таки пробой этот я ожидаю в среднесрочной перспективе. Плюс мы с вами должны не забывать про поддержки. Поддержки на эфире очень хорошие, я имею в виду глобальные поддержки, это уровень 155-170 долларов. Каждое вот эти движения мы с вами наблюдали, очень хорошие объемы на откуп, здесь вообще смотрите какая жизнь, вообще панические покупки были, кстати говоря, с распределением, но я думаю в этом сетапе это не сильно важно. И все же я считаю, что вот будет сквиз на более глобальном таймфрейме, и все-таки пойдем на штурм, уже 200 долларов. По крайней мере, лично для себя я не рассматриваю пока что набор позиций, все-таки думаю, можно будет его поймать пониже. Что же касается ситуации по Ripple. Ripple я уже на половину позиций фиата набрал. Причина данного действия заключается в том, что мы находимся, во-первых, в платной поддержке глобальной, то есть не только эти уровни, там еще очень-очень-очень много уровней, очень много движений завязано на этом уровне. Это очень хорошая глобальная поддержка. Мною была набрана позиция от 27,1 цента до 26,5 центов. Вот, соответственно, ну, грубо говоря, по текущим ценам я набрал позицию, осталась еще половина депо для трейда Ripple в фиате. Так как здесь есть еще передростная вероятность сквизануть, я оставлю. То есть на тот случай, если мы будем брать вот этот вот уровень, уровень, ну, там, 25, 25,5, вот эти уровни, я тут еще буду усредняться, усреднять позицию, потому что, ну, вот, говорю, довольно агрессивно выкупают. Это очень хорошо видно на мелких таймфреймах, это очень хорошо видно по журналу сделок. Видны, также, кстати говоря, по журналу сделок видно большое количество реальных объемов. То есть, ну, автоматизированные торги, они на низколиквидных биржах очень хорошо видны. Я, собственно говоря, поэтому биржей секс и пользуюсь. Там меня просто периодически спрашивают люди. И здесь все-таки я не рассматриваю здесь такого какого-то суперглубокого падения. Опять на 22 цента нет. Я думаю, это будет откуп. И все-таки уже пойдем мы с вами пробивать глобалку. Точнее, поддержки здесь. Пробивать глобалку и, соответственно, дать штраф какой-то рост. Ситуация по столарлюмину. В кои-то веки мы вышли за верхнюю зону канала поддержки. Напомню вам, что там поддержка плюс-минус где-то 6,5-7 центов. Поэтому активы еще есть куда падать. И здесь я все-таки пока что рассматриваю продолжение отката. Он дал очень хороший процент выше рынка. И здесь есть смысл уже рубить тех лонгистов, которые решили в активе засесть. По сделкам с люменом ничего не скажу. Так как пока что этот фиат, который я отторговал тогда в плюс от люмена, у меня находится в рипле. Буду ли я заходить в этот актив? Скажу так. Буду заходить, если у меня к тому моменту останется какой-то свободный фиат. А люмен будет стоить 6,1, 6,2, 6,3 центов. Вот плюс-минус. До этих уровней, я скажу честно, не готов здесь даже рассматривать никаких точек входа. Если, например, еще рипл. Если даже эфириум в текущей ситуации показывает какую-никакую точку входа, то люмен неопределенно перегретый актив. Определенно пошли на опережение рынка. Там то, что было сжигание монет. Я думаю, здесь имеет второе значение. Поэтому нет. Поэтому активы, я все-таки считаю, что мы будем пробивать более основательно глобальную поддержку. И, вероятнее всего, ниже уровня 7 центов мы с вами пойдем. Друзья, я думаю, вы наблюдаете то, что понятие вроде бы дешево, вроде бы пора покупать. И понятие правильной точки входа, оно все-таки немножко разнится. Мы тут не в казино. И у меня, например, в моей же группе закрытой есть претензии от некоторых участников, которые мне говорят, что вот мы локально торговали, брали, брали, брали процент. А сейчас, типа, ты вот, сколько уже, неделю ждешь, вышел фиат, и ждешь, и не даешь каких-то сделок. Ну, во-первых, сейчас торговать локалку – это просто безумие. Как вы заметили, даже прогноз я вам даю среднесрочным, потому что локалка сейчас абсолютно манипулятивна. Локалка сейчас идет на импульсных объемах, без какой-то здоровой волатильности. Да, считаются среднесрочные и более глобальные движения. Ну, здесь другая стратегия торгов уже начинается. Стратегия торгов более долгосрочная. Более того, я хочу вам сказать, что то, что мы там за этот, за прошлый месяц сделали довольно большое количество трейдов, это уже круто, потому что на таком рынке действительно эта задача непростая. Поэтому в данный момент я считаю, что лучше все-таки потерпеть. Если есть какие-то более-менее адекватные точки входа, разумеется, их можно рассмотреть. Например, Ripple, ну, вполне по адекватной цене я вошел, она, по крайней мере, технически оправдана и логически оправдана. Если, например, Ethereum брать по 185-186, но это не тот трейд, потому что, ну, предположим, даже он пойдет у нас сейчас импульсом. На какой зоне его будут продавать массы? 192-193? Ну, смысла тут нет, просто большого смысла этого трейда, потому что соотношение риск-прибыль, оно гораздо выше, выше риск, соответственно, нежели прибыль. Поэтому здесь лучше действительно подождать, тем более, если актив проявляет и показывает слабость. Ну, и плюс здесь еще есть другой важный момент, соответственно, если у нас активы будут показывать разворотные моменты, то здесь уровни на вход выше крыши, и их для локальных трейдов также можно будет рассматривать. Поэтому, даже вот как я у себя писал в группе, нашим участникам, сейчас более-менее безопасная ситуация, если так вообще можно выразиться о крипторынке. Соображения по рынку такие, не забывайте поддерживать лайком, комментарием и, разумеется, своей подпиской. Ну, я с вами прощаюсь до следующего выпуска, друзья. Работает! Субтитры сделал DimaTorzok